Вы знаете, я так думаю, что Крым всегда был наш. Я вырос с Крымом, и я его потерял только где-то лет 25 назад, 24 года назад, наверное, и опять так же приобрел. Я вообще считаю, все, что произошло за эти годы, не коммунизм не виноват, не социализм, а глупость человеческая виновата во всем. Можем было оставить большое цельное государство, как я считаю, можно было что-то поменять и что-то улучшить, что-то ухудшить. А получилось, что больше, мне кажется, ухудшили с разрывом вообще всех связей. Все республики развалились, все стало не так, как бы хотелось. Я всегда отвечаю на этот вопрос так. Меня не спрашивали, когда валили Советский Союз. Мне что-то могло не нравиться, я, может быть, не всегда был согласен с какой-то идеологией в Советском Союзе, но при этом я с ностальгией вспоминаю те годы, потому что обучение было лучше, дети были лучше, народ был вежливее, культурнее, красивее, были какие-то идеалы, было какое-то движение. Что-то не было, не было машин, не было красивых магазинов, не более того. Если бы это было бы сейчас в целом, не было бы этих проблем бы никогда. И никто бы не говорил о Крыме как о чем-то плохом, понимаете. Дело в том, что когда подписали соглашение, по-моему, Брески, это когда было, да, эти соглашения, когда Ельцин подписывал, когда валили в Советский Союз, это была самой большой ошибкой, это мое мнение. Я считаю, что это было ужасно. Почему об этом-то сейчас никто не вспоминает, как было все незаконно сделано. Захотели, взяли Рочер Кампера, взяли, не спросив мнения. Тогда референдум никто не проводил, ни на Украине. Мнения людей вообще имеют способность меняться. Сегодня Украина сначала, вот сейчас она против России, вся настроена, да, такое впечатление создается. А через год они будут опять поднимать руки и говорить, давайте опять с Россией. Вот я уверен в этом, понимаете. Поэтому Крым, это все исторически принадлежало нам всегда. И так же, как и Украина принадлежала нам друг другу. Как можно было, даже я не думал, что в мое время я столько проживу, еще увижу столько разных событий. Для меня это, мне болезненно на это все смотреть. Мы всегда жили с Украиной в дружбе, у меня столько друзей на Украине, которые вдруг в одночасье повернулись ко мне спиной, да. Со мной разговаривают, но через зубы, да, и говорят, что вы там творите. Я считаю, что это неправильно. А то, что забрали Крым, не забрали, он всегда был в составе Советского Союза. Для меня Украина, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, можно было как-то разделиться, можно было дать какие-то автономии всем республикам, но так безжалостно развалить Советский Союз, для меня это болезненно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова